ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продукты загружены, можно отправляться в путь. У курьера Алексея Новикова всего полчаса, чтобы доставить заказ по адресу. Однако светофоры и плотный трафик – это еще не все трудности на пути молодого человека. Участники дорожного движения, которые есть, они, наверное, немного не так воспринимают курьеров. То есть думают, что они главные, они прижимаются, пытаются показать, что их дорога, а не наша. Но это же для нас основная угроза идет. Мы-то на велосипеде, мы маленькие люди. Вы являетесь водителем такого прекрасного создания, как СИМ, средства индивидуальной мобильности. Сотрудники госавтоинспекции провели лекцию для курьеров и в очередной раз напомнили, на таком транспортном средстве больше 25 км в час ехать нельзя. Да и въезд на автомагистрали для них закрыт. Кроме того, при движении на проезжей части водители СИМов должны прижиматься к обочине, не выбиваться из общего потока. И не только. Пожалуйста. 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 Давайте еще раз. Пожалуйста. Световозвращающие элементы для участников дорожного движения – аксессуар важный. При свете фар автомобиля они светятся и делают того, кто их носит, более заметным на дороге. Госавтоинспекторы раздали их и помогли наклеить каждому водителю. И вот то, что я вам вручал, световозвращающие элементы, вот здесь о них описывают. А еще листовки с полезной информацией, чтобы закрепить полученные знания. Однако самое главное, что должны усвоить водители средств индивидуальной мобильности – преимущество на тротуарах у пешеходов. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Денцова.